Милиция заинтересовалась скандальной турфирмой, когда от раздосадованных туристов стали поступать заявления Болгария, Греция, Испания, Египет, Таиланд. Люди жаловались, что купили дорогостоящие путевки и уже паковали чемоданы, но вместо отдыха получили туры в никуда. При этом многие копили на поездки годами и сначала даже не поверили, что их обманули. В уголовном деле 25 эпизодов, однако жертв гораздо больше, ведь люди собирались отдыхать с семьями. Зал судебных заседаний не смог вместить всех потерпевших, их пришлось запускать небольшими группами. На скамье подсудимых 23-летний директор турфирмы в период с 2013 по 2015 год. Он возглавлял две разные компании, которые, как выяснило следствие, работали по одной и той же схеме. Офис в центре города, массированная реклама, клиентам предлагали недорогой отдых в экзотических странах. Люди оплачивали путевки, при этом туры фирмы не бронировали и даже не заказывали. Приехали, выбрали отель. Цена составила 2300 долларов. И когда уже время было ехать, мы толком никуда не уехали, паспортов нам не было. Когда обратились к нему обратно в турагентство, нам только на следующий день вернули паспорта, когда мы не улетели уже. И деньги выбивали с боем. Другим повезло еще меньше. Люди благополучно выезжали на отдых, но вскоре их выселяли из отелей, так как номера не были оплачены. Ведь начинал молодой руководитель довольно успешно и, по словам следователей, сначала клиенты претензий к нему не предъявляли. Но со временем он просто перестал класть деньги на расчетный счет фирмы. Заключал от имени указанных фирм путем обмана с гражданами фиктивные договора, заранее не намереваясь выполнить принятые на себя обязательства о показании туристических услуг. После чего завладевал денежными средствами граждан и распоряжался ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей. Пока обманутые клиенты отбивали пороги турфирмы в надежде вернуть деньги, предприниматель ни в чем себе не отказывал. Отдыхал на курортах, ездил на дорогом автомобиле, посещал увеселительные заведения и избегал каких-либо нежелательных встреч. Он настолько изворотливый, настолько обманщик. У него ничего нет святого. Он очень непорядочный. Я ему сказала, что вор должен сидеть в тюрьме, и я сделаю все, чтобы тебя посадить. Директору турфирмы предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и хищении личных документов. Адвокат подсудимого от комментариев отказался. По информации следствия, на допросах подозреваемый отрицал свою вину и все время перекладывал ответственность на туроператоров, которые, с его слов, без причины отменяли туры и снимали бронь с путевок. Однако многие компании, на которые он ссылался, не подтвердили факт сотрудничества с реческим турагентством. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Максим Вичерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область.